приветствую вас друзья на связи роман душкин и это канал душкин объяснит поскольку душкин объяснит все что угодно сегодня на мне футболка с замочками криптографии сегодня мы будем заниматься криптографии но действительно сегодня день криптографии поэтому мы будем изучать разные классификации систем криптографии систем шифрования текста пока я перехожу к доске так вот моя доска вас призываю подписываться на мой канал как обычно потому что на моем канале вы найдете всякие видео про новую цифровую реальность мы изучаем искусственный интеллект мы изучаем квантовые технологии так классификациям систем сокрытия информации вот так вот мы назовем сегодняшнюю тему и давайте именно нарисуем такую интеллект карту сокрытие информации и с одной стороны у нас будут методы криптографической защиты вот здесь у нас криптография криптографии нарисую здесь и другим фломастером нарисую стеганография стеганография control z и так да ну и между ними там как обычно гибридные методы мы про них тоже сегодня поговорим и так какие есть варианты криптографической защиты то есть сокрытие информации при помощи криптографии да вот этот мы что такое криптография это сокрытие именно информации да что такое стеганография это сокрытие факта передачи информации вот соответственно криптография скрывает информацию саму информацию а стеганография скрывает факт передачи информации и криптография методы криптографии бывают в общем-то двух типов поточные и блоковые до сих пор на моем канале я рассказывал только про поточные методы криптографии это шифра 1 алфавитной замены шифр много алфавитной замены пропорциональный шифр и так далее это все поточный метод а вот блоковые методы это методы которые мы еще к ним перейдем и собственно будем их изучать обычно поточные методы они их можно так вот разбить они симметричны и они действуют на основе замены вот все что мы делали раньше если вы впервые на моем канале посмотрите плейлист душкин объяснит криптографию мы меняли символы открытого текста на символы шипра алфавита и что значит симметричный метод это значит что ключ для шифрования и для расшифровки один и тот же то есть для того чтобы зашифровать текст нам нужен ключ и для того чтобы расшифровать текст нам нужен тот же самый ключ то есть симметричные это у нас один ключ блоковые методы блоковый метод бывают как заменой так и с перестановкой что такое блоковые чем он отличается от поток поточных методов поточный вот идет текст и прям мы символ за символом его меняем но можем там два символа прибора братья слюбе граммный шифр вася мы берем меняем на какую-то бигра следующий 28 берем берем меня ему хотя это уже похоже на такой на блоковый а блоковый шифр это когда мы берем блок например 1024 бита берем и с этими тысяча двадцать четырьмя битами работы мы там что-то переставляем что-то меняем и так далее вот и с другой стороны блоковые шифры могут быть симметричны и они же могут быть асимметричны и вот современные системы криптографии они основаны в основном на асимметричных методах то есть ключи у нас два ключа один ключ для шифрования другой ключ для расшифровки и он называется публичный ключ открытый ключ и закрытый ключ и современных блоковых шифрах одновременно используется и замена и перестановка символ это очень делает их высоко так скажем высоконадежными ну и соответственно в гибридных методах гибридных методах мы можем найти все все вот эти вот варианты одновременно используются здесь и одновременно используется то что можно закрывать под передачи форматы стегонографии мы тоже будем заниматься в рамках этого потока по ну душкин объяснит криптографию хотя стегонографии так как бы сестра криптографии но мы тоже позанимаемся я расскажу как вообще стегонографии делать там разделять методы в общем то сложно но в основном они давайте на два метода их разделю следующий фломастер возьму помет какие сокрытия медиума то такое медиум это бумага вот ну то на чем мы пишем а второй метод это сокрытие данных информации ну например это написание на белом листе бумаги прозрачными чернилами которые там нужно просветить в ультрапиолете или там всем известный метод написания молоком все в детстве наверняка этим пользуются брали белый лист бумаги писали молоком на нем она высыхала и все его не видно да и мы должны нам утюгом прогладить или на лампу поместить этот лист и собственно будет проявление этих символов которые мы записали вот это как раз сокрытие сокрытие информации закрыть того что написано вот так вот и так все мы это будем изучать это именно классификация систем сокрытие информации как криптографии так и стегонографии и весь поток весь блок видео шпаргалок душкин объяснит криптографию я посвящу именно эту мы будем идти продолжать идти от простого к самому сложному к самым современным методом криптографической защиты там когда-нибудь мы доберемся до квантово защищенных методов криптографии это очень круто все на этом все если что-то было непонятно пишите вот там комментарии ставьте лайк на канал тоже подписывайтесь всем до новых встреч пока